В нашем регионе только одна треть детей находится на грудном вскармливании, ещё одна треть – на смешанном, и оставшаяся часть малышей на искусственном кормлении. За последние примерно пять лет мамы чаще стали увеличивать сроки пребывания малыша на грудном вскармливании. В среднем в нашем регионе дети получают материнское молоко до года. Как отмечают неонатологи, грудное вскармливание – это залог будущего здоровья малыша. Ничего не может заменить грудное молоко и связь матери и ребёнка посредством грудного вскармливания. Для этого нужно иметь устойчивую доминанту лактации, то есть психологическую установку мамы на кормление. Мама ещё до рождения, до беременности, она должна понимать, почему важно грудное вскармливание, почему она должна его сохранить, если возникнут какие-то трудности с лактацией, либо со здоровьем мамы и ребёнка. И все мероприятия медицинского персонала, членов семьи должны быть направлены на то, чтобы поддержать маму, в выборе кормить грудью. Встречу по вопросам грудного вскармливания курировала главный внештатный неонатолог региона и депутат Воронежской областной думы Людмила Ипполитова. Повестка круглого стола, взаимодействие консультантов с родоспомогательными учреждениями и оценка динамики грудного вскармливания в области. К обсуждению этой темы присоединились врачи-педиатры и неонатологи из областных и городских больниц, а также консультанты по естественному вскармливанию. Мы данными мероприятиями стараемся консолидировать всю команду, которая работает по поддержке грудного вскармливания. Коротко и скажу о тех мерах и тех мероприятиях организационных, которые сейчас доступны для всех мам, а это что и по обучению, и по работе. И в нашем департаменте труда и занятости есть целый ряд программ, которые как раз направлены на трудоустройство и занятость мам-кормящих, чтобы задействовать и дать им возможность. Чтобы наладить процесс грудного вскармливания, маме необходимо создать для этого специальные условия. Если она не может бросить работу или учёбу, значит, нужно сделать так, чтобы ребёнок в это время мог находиться рядом с ней и оставался на грудном вскармливании. Мы это понимаем, и поэтому мы сейчас комнаты матери-ребёнка просим ректоров вузов устроить так называемые комнаты, потому что у нас молодёжь, студенты учатся сейчас и по 6, и по 7, и по 8 лет магистратура и ординатура в медицинском вузе, чтобы была эта возможность. Мы, естественно, обязываемся детские поликлиники. Там они есть, эти комнаты матери-ребёнка, если она пришла, с возможностью. И, конечно же, разговариваем с руководителем предприятий, там, где женские коллективы, есть в этом потребность. И специфика работы, что мама должна, может выйти рано на работу, и большой женский коллектив, конечно, стоит вопрос об организации вот в этих непосредственно предприятиях и коллективах. Сегодня женщины могут легко получить необходимую им информацию по питанию малыша самостоятельно или обратившись к специалистам. По данным Детского фонда Организации объединённых наций, повышение распространённости грудного вскармливания могло бы спасать 820 тысяч детских жизней в год. А ещё длительное кормление материнским молоком положительно влияет на интеллектуальные способности ребёнка.